МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осенью прошлого года вызвал бурный отклик среди населения. Отклик был положительный. Также проект нашел поддержку в лице главы муниципалитета Андрея Иванова. Расскажите, как будет дальше развиваться эта акция? И все-таки такой вопрос, появится ли разметка не только на улицах города, но и в районе? Действительно хочу подчеркнуть еще раз, что в прошлом году мы вышли с подобной инициативой к главе района Андрею Иванову и попросили на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений нашего района нанести такие предупреждающие надписи. Сними наушники, убери телефон, убедись в безопасности. Определенное количество надписей было сделано в прошлом году, но так как пошли дожди, уже было время к зиме. Прошла зима. Да, прошла зима. Соответственно, продолжение этого проекта перенесли на этот год. И вот сейчас опять мы начинаем нанесение этих надписей. Более того, точки, где будут они наноситься, выбирали в том числе и сами родители. Мы устроили определенный опрос среди родительского сообщества. И родители высказывали те или иные пожелания, где им кажется достаточно актуально и нужно наносить подобные надписи. Мы составили список, передали его в администрацию. И вот сейчас уже идет реализация этого проекта. По статистике, число дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов с началом летних каникул увеличивается. У школьников появляется свободное время, которое ребята предпочитают проводить на улице, зачастую забывая об элементарных правилах безопасности. Новая детская разметка, появившаяся в Одинцово, призвана обратить внимание и напомнить юным пешеходам о правилах дорожного движения. Проект по нанесению детской разметки сообщество родителей Одинцовского городского округа представило осенью прошлого года. Его поддержал и глава муниципалитета Андрей Иванов. Очень хорошо для детей, это ярко. Надеемся, что они будут на это обращать внимание. И это будет хотя бы больше, более безопасно для их пешеходных переходов, чтобы переходить к школам. Список мест в Одинцово, а их чуть более 20, где в ближайшее время появятся предупреждающие надписи, составили на основе пожеланий родителей. Кроме того, учитывалась и статистика ДТП в конкретных точках города. Теперь разметка будет нанесена вблизи большинства детских образовательных учреждений по всему городскому округу. Безусловно, наряду и с городом Одинцово очень много точек по всему городскому округу. И мы надеемся, что в ближайшее время там также будут сделаны эти надписи. Ну и надеемся, Мария, что Одинцовское телевидение тоже будет вместе с нами освещать все эти мероприятия. Доказали ли эффективность эти надписи? Я на самом деле сама видела, как люди обращают внимание на это, потому что надписи достаточно яркие, качественные, сделанные такой вот какой-то объемной краской. То есть хочешь, не хочешь, обратишь на них внимание. Ну, безусловно, мы не можем гарантировать, что каждый человек, скажем, сделает то, что надо, и снимет наушники, уберет телефон. Но я надеюсь, что если какое-то количество людей… Даже хотя бы задумаются. Да, ну, в основном, конечно, дети, потому что они, на мой взгляд, как-то больше погружаются в телефон и в какую-то атмосферу этого, и забывают о том, что дорога – небезопасное место, даже если это регулируемый пешеходный переход, все равно, конечно, надо как-то контролировать ситуацию. Конечно, мы надеемся, что это, ну, скажем так, предотвратит многие дорожно-транспортные происшествия, ну, и как бы дети смогут избежать несчастных случаев. Безусловно, мы все понимаем, что мобильные телефоны отобрать у детей, ну, просто невозможно, и уже 21 век представить без гаджетов тоже нереально совершенно. А вот напомнить, предостеречь – это как раз-таки в силах родителей. Ну, абсолютно право, Маша, и я рада, что в нашем районе уделяется такое, в принципе, большое внимание безопасности людей, детей на дорогах. Действительно, очень важно, и не может не радовать нас, как родителей. Ну, я хочу сказать, что самая главная статистика – это результативная, и наш муниципалитет отмечается и на уровне области, и вас, Марьяна, в том числе, приглашали в правительство Московской области, чтобы вы тоже делились этим опытом с другими территориями, тиражировали его там, где ситуация с детским травматизмом достаточно высокая, остается на сегодняшний момент. Ну, вы знаете, на самом деле, действительно, мне было очень приятно, это была большая честь для нас, для нашей организации, нашего сообщества. Действительно, меня пригласили, как представителя сообщества родителей Одинцовского района, на заседание в правительство Московской области. Заседание как раз касалось вопросов безопасности дорожно-транспортной ситуации, и мы делились своим опытом, рассказывали о том, какие мероприятия, какая работа делается в нашем сообществе. Потому что профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является приоритетным и одним из главных направлений в работе нашего сообщества. Совсем недавно прошло совещание совместно с специалистами управления образования Одинцовского района. Поделитесь результатами. Я знаю, что в скором времени будет сформирована комиссия по питанию, такая долгожданная, и вы отправитесь, ну, можно даже сказать, в рейды по дошкольным учреждениям. Ну, действительно, на данный момент есть запрос у родителей в формировании группы общественного контроля по качеству питания в лагерях на базе школ нашего городского округа. Опять-таки, это не значит, что у нас есть какие-то нарекания или какие-то жалобы, вовсе нет. Просто родители, наверное, хотят знать, чем кормят их детей и кто кормит их детей. Да, безусловно. Потому что, ну, скажем так, я благодарна управлению образования, администрации нашего городского округа, что, в принципе, те запросы родительской общественности, которые от нас поступают, они, в принципе, удовлетворяются, да, и достаточно оперативно на все это мы получаем ответ. Безусловно, родители, ну, скажем так, первые, наверное, кто заинтересованы в том, чтобы, как бы, все было качественно на должном уровне. Поэтому, если есть такой запрос, конечно, на мой взгляд, его надо удовлетворять, предоставлять возможность, да, чтобы родители убедились, что, в принципе, все на хорошем уровне, качественные продукты, хорошее питание, что, в общем, дети здоровы, счастливы. Но, в целом, родительская общественность довольна вот тем, как был закрыт учебный год, то есть, как было организовано питание в этом году. Я понимаю, что были некоторые моменты, но это были локальные, было принято решение и определенные действия. Ну, вот в целом, как было организовано питание в прошедшем учебном году? Вы знаете, ну, на самом деле, да, действительно было, скажем так, несколько моментов, но в целом отзывы положительные. Мы проводили определенный мониторинг, он касался не только питания, но, в принципе, это касалось общей удовлетворенности уровнем и качеством образования в Одинцовском районе. И одним из вопросов, опроса, была оценка качества питания. Вот, поэтому, в принципе, были положительные отзывы. Те, может быть, какие-то моменты, да, которые мы получаем от родителей, какие-то пожелания, они замедлительно передаются в управление, образование для проработки, для того, чтобы принимались какие-то меры. В срочном порядке, если это действительно имеет место, да, и требует питания какой-то корректировки. Но, в принципе, я хочу сказать, что в этом году все, в общем, на хорошем уровне. И это не может не радовать, потому что, ну, на мой взгляд, питание – это одна из важнейших составляющих образовательного процесса. Ну, с учетом того, что дети переходят в образовательное учреждение утром, а уходят вечером или после обеда. Ну, достаточно продолжительное время находятся в учреждении, и, конечно же, питание должно быть хорошим, качественным. Да, более того, хочу добавить, что после того, как пройдет проверка качества питания в лагерях, мы приступим к проверке качества питания в дошкольных образовательных учреждениях. Ну, и, соответственно, я правильно понимаю, что дальше эта акция с начала 1 сентября стартует уже непосредственно в школах? Да. С началом нового учебного года мы также выйдем с инициативой начать проверку качества питания. Я думаю, что это можно делать в течение всего учебного года уже в школьных образовательных учреждениях. Ну, я знаю, что есть такие небольшие, так скажем, бригады родителей, созданные по школам, которые, в принципе, в еженедельном режиме приходят в столовую, едят те же самые обеды, которыми кормят детей и, в общем-то, постоянно знают, как и что едят малыши. Нет, на самом деле это действительно, на мой взгляд, замечательно. Такая уже инициатива от самих мам и пап. Ну, скажем так, где-то она работает более интенсивно, эта инициатива, где-то менее, но, тем не менее, такая практика существует практически во всех школах, что существует группа по контролю качества питания. Туда входят представители, ну, там, или родительского комитета школы, или управляющего совета, представители администрации школы. И, в принципе, эта группа имеет полномочия, скажем, без дополнительной какой-то договоренности со столовой, с питающей организацией, выходить, снимать пробы, да, и каким-то образом, да, осуществлять контроль. В общем, держать руку на пульсе. Единственное, я хочу сказать, что, ну, для того, чтобы выходить в сам цех для приготовления пищи, естественно, нужны определенные документы, медицинские книжки. Вот как раз частично у наших родителей, у меня в том числе, есть такие книжки. Специально получала эти документы, зная, что периодически, конечно, есть необходимость осуществлять такой контроль. А так, в принципе, в, ну, скажем, в сам зал приема пищи, конечно, может каждый родитель войти, да, и посмотреть, чем детей кормят. Марьяна, какие направления сейчас будете развивать с участием сообщества? Ну, на самом деле, еще планируем также осуществить контроль проведения качества ремонтных работ, да, опять-таки, ну, вы понимаете, что родители у нас обладают различными профильными образованиями, и, конечно, есть родители, которые имеют и профильное строительное образование, то есть тоже как бы могут, ну, достаточно профессионально... Дать оценку. Да, дать оценку, посмотреть. Безусловно, это тоже тот вопрос, который всегда родители волнует, каким образом, да, с какими материалами происходит ремонт, насколько, скажем, все это экологично, насколько это все безопасно. И, на мой взгляд, та открытость, да, которая есть у нас в районе, в нашем городском округе теперь уже, открытость для родителей осуществлять контроль общественный, да, лично знакомиться с качеством тех или иных работ, на мой взгляд, это очень здорово. Это действительно залог успеха и залог, ну, скажем, открытого сотрудничества, который ведет к самому лучшему результату. Ну, это то, к чему стремились, и то, ради чего создавалась эта организация. Как раз-таки вы связующая звено. Ну, и мы связующие звено. И, наверное, вы знаете, Маш, ну, в самом названии нашей организации закладывается тот смысл, который, наверное, родители у нас преследуют, да, и хотят добиваться. Да, мы называемся организацией содействия повышению качества образования в нашем округе. Поэтому, действительно, общими усилиями мы пытаемся содействовать и повышать это качество. Но невозможно из образовательного процесса исключить родителей. Все-таки образовательный треугольник – это уже как догма. Есть дети, преподаватели, ну и, конечно же, родители. Ну, я еще раз хочу сказать, и я все время это отмечала, что у нас совершенно замечательные родители, да, в нашем городском округе. Очень активные, инициативные. И, на самом деле, я считаю, что родители – это та сила, на которую можно и нужно опираться в решении самых важных, самых насущных вопросов и проблем. В этом успех. Да, в этом успех, действительно. Спасибо, Марьяна, за интересную беседу. Спасибо, что были с нами. Спасибо, Мария. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на телеканале ОТВ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok